здравствуйте дорогие друзья здравствуйте уважаемые дамы и господа радиостанция сан гейтс рады приветствовать вас сегодня на своих привычных волнах у нас передачи терра инкогнито сегодня выступает очень интересный человек дамир миронов это человек который занимается астральными путешествиями что это такое он вам сейчас расскажет это уже не первая его передача нашей станции как минимум вторая передача по крайней мере со мной ведущим вашим покорный слугой владимиром гершановым хочу также напомним телефон прямого эфира 847 226 9956 тогда мир здравствуйте владимир приветствую раз рад созвониться уже во второй раз и приветствую всех наших слушателей будем разбирать эту тематику дальше да вообще тематика астральных путешествий это очень интересная тема но тут даже не столько астральных ибо слово astro означает звезда скорее потусторонних путешествий или глубоко как сказать внутренних таких путешествий но впрочем сейчас нам дамир про это лучше и более подробно расскажет специально для тех из нас кто не слышал нашу прошлую передачу вот по некоторым вопросам пробежимся и дамир попробовать нам рассказать что и как так вкратце и так дамир в не телесные путешествия то есть я таким условным здравийное путешествие но это не совсем корректно потому как как я понимаю мы то есть тело никуда не уходим особенно то есть путешествие да я бы предвещая наш следующий разговор задался вопросом вообще находимся ли мы в теле в каком-то но это ладно это вопрос немножко другой вопрос хорошо держу одобря что собственно такое в не телесное путешествие либо осознанностный день либо астральное путешествие как бы это мы это не называли или что-то паралич какой-то дает также также сонный паралич с этим связано давайте мы с вами по-простому да пойдем у нас есть две при основные вот нам привычные каждый из ним у каждого из нас это есть основные две точки восприятия мира это на это мир сновидений когда мы спим мы видим какие-то сны мы видим какие-то картинки сюжеты события потом мы вспоминаем и помним что вот эту ночью мы смотрели сны можем их интерпретировать можем их помнить нам это нравится нам нравится спать все люди любят поспать а потом вспомните что там такого хорошего снилось это одна из точек восприятия того мира в котором мы живем и мы можем это интерпретировать это первый момент второй момент 2 . восприятия которая нам всем привычные которая для Для всех является естественно и нормально, это наше с вами бодрствование, в котором мы сейчас с вами находимся, то состояние, когда мы изучаем мир, так сказать, осознанно, проснувшись. Могу оспорить, как долго мы бываем в осознанном состоянии, когда мы в осознанном состоянии, тоже это еще тот вопрос, потому как каждое определенное количество секунд, я вот не помню точно, чтобы вам не соврать, мы уходим глубоко в бессознательное и делаем некоторые вещи на автомате. Например, когда вы ведете машину, вот вы 5-10 минут, вы потом проваливаетесь в полутранс, из этого полутранса, выныривая, выглядывая из тела, на такой полуспокойной теме, вы драйваете эту машину. То есть вот это состояние, оно же тоже изменено состояние сознания. Или, например, вот вы сидите на уроке, или на лекции, да, или вот вы преподаваете, вы преподаете, а сзади сидит студент и такой, в полумедитации, то есть он вроде как на вас и смотрит, а он в абсолютном бессознательном состоянии. То есть это тоже момент бодрствования, извините, можно ли это назвать бодрствованием. Но это момент, который не очень, как я понимаю, связан с нашими астральными путешествиями, правильно? Даже не астральными, интересно. Я могу сказать, что связан, да, вот каждые 20 минут мы погружаемся, да, вот необычно. Да, безсознательное, да, возменное состояние сознания, да. Получается так, что даже в бодрствовании, само состояние бодрствования, оно тоже может варьироваться по разным глубинам, да, восприятиям. Это, естественно, это так, это, ну, я сейчас просто говорю, вот есть сон бессознательное и есть бодрствование нам привычное. Понятно, что и сон может варьироваться от боли бессознательного, когда мы вообще там ничего не помним. К более осознанному, в том числе осознанно сновидений, да, там могут происходить. Также и в бодрствии, естественно, мы можем там себя не осознавать, не помнить, что мы делали в прошедший час. Либо быть в состоянии здесь сейчас и наблюдать за каждой секундой своего бытия. Да, тут это естественно. Но к тематике внецелесных путешествий у нас есть, помимо наших привычных точек восприятия мироустройства, мира, в котором мы находимся, помимо сна и бодрствования, есть еще третья точка восприятия, которая находится между тем и тем. Это так называемое фазовое состояние сознания, это так называемое то состояние, которое у нас получается достичь в плавающем состоянии сознания, когда мы либо засыпаем, когда мы либо просыпаемся. И в этот момент это фазовое состояние, новая точка, дополнительная точка восприятия мира, она себя включает как элементы сновидения, так и элементы бодрствования. То есть в этом состоянии, вне тела, мы испытываем одновременно сон и одновременно осознанное существование. То есть та реальность, которая вокруг нас открывается, она одновременно полностью нами может моделироваться, управляться, мы можем проходить сквозь стены, летать, делать какие-то эксперименты. Ну, если мы вспомним фильматрица, то есть подобные вещи совершать, но при этом мы себя полностью осознаем. То есть это некая третья точка восприятия нашего, возможности восприятия этого мира, возможно, их намного больше, но это самое близкое к нам. И вот в это как раз-таки состояние мы можем попадать, потому что у нас зачастую определенный стереотип, мы думаем, что у нас есть сон и бодрствование. Нет. Каждый из нас периодически сталкивается с тем, что, вот, например, состояние ложного пробуждения. С утра встаешь, пробуждаешься, одеваешься, пьешь чай, выходишь и так далее, потом раз опять просыпаешься. С этим многие сталкиваются, такое часто бывает, особенно в детстве, когда будет ребенок в школу, вставай, 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 он вроде уже встал, оделся, потом опять просыпается, я же вроде вставал. И так бывает несколько раз. Вопрос. Раз это бывает достаточно часто, вот я с ребятами, со многими общаюсь, многие слушатели, возможно, сейчас наши, да, это такие состояния могут вспомнить. То есть, где же, собственно, человек оказывается, когда он вот так вот ложно где-то ходит. Потому что по восприятию, когда он там находится, оно точно такое же по восприятию, как если это было бы в реальности. Но если мы начинаем, как бы, туда углубляться глубже и понимать, изучать этот феномен, то мы понимаем, что это было не в привычном физическом восприятии, это было, и это не был сон. То есть, это было некое третье новое состояние. И как раз таки вот об этом-то мы и говорим, чтобы научиться вот в эту, можно так назвать, пластилиновую нереальную реальность попадать. И как-то ее учиться использовать. И это возможно для каждого из нас. Скажи, пожалуйста, Дамира, как ты к этому вообще пришел? Как ты с этим познакомился? И так в двух словах буквально. Зачем оно тебе нужно? Познакомился, как и многие сейчас мне ребята пишут, Дамир, что со мной происходит? Я просыпаюсь с утра, не могу двигаться, у меня какие-то непонятные глюки перед глазами, я слышу голоса странные. То есть, я столкнулся в нормальном состоянии, я понимал, что я не болен, ничего, ну, мы можем как-то более-менее адекватно для себя оценить, что ты там не шизофреник вроде бы. Но вдруг в нормальном привычном состоянии я оказываюсь в ситуации, когда я просыпаюсь, и да, либо не могу двигаться, либо слышу потусторонние голоса, которых не может быть в физической реальности. Слышу, что кто-то вокруг меня ходит. То есть, это вот спонтанно, когда мы спонтанно оказываемся вот в этом срединном состоянии, не понимаем, что мы там оказались. И в этом срединном состоянии зачастую начинают моделироваться наши бессознательные страхи или ожидания того, что вдруг что-то сейчас произойдет. Вот я стал спонтанно в этом оказываться, и я тоже подумал, как и ребята, которые мне сейчас пишут, что со мной что-то не так, у меня крыша едет или еще что-то такое. Но я могу, Владимир, так сказать, что несмотря на то, что эта ситуация была из ряда вон, то есть, ну, неадекватно, да, это же ненормально, я понимал где-то внутренним ощущением, что со мной все в порядке. Все, что со мной происходит, это что-то реальное, просто чему я не могу найти объяснение. После чего я стал искать эти объяснения, я изучал медицинскую интерпретацию данного феномена, эзотерическую, психологическую, и мне повезло, я хочу сказать, что я в короткие сроки познакомился с основателем «Школа интересных путешествий» с Михаилом Радовой, который изучал этот феномен на то время уже несколько лет, сколько уж лет, 9 на то время он в школе феномен изучался. Причем этот феномен преподносился из его уст следующим образом, что, друзья, я не говорю о том, что это мистика, я не говорю о том, что это какая-то непонятная астрал там, еще что-то, то есть я могу вам твердо утверждать, и я это не говорю не на основе своего опыта, а на основе тысячи-тысячи своих учеников, что да, это состояние действительно существует, да, действительно можно научиться по желанию туда попадать, более того, уметь практически это использовать в жизни. И я говорю о том, что доказано, что работают, что, например, из 10 человек на следующее утро, делая определенные правильные действия, 7-8 туда уже попадут, то есть это, ну, да, действительно результативность большая, несмотря на то, что в различных течениях йоги либо различных подобных учениях, направлениях, этому предполагается нужно уделять 10 или там сколько там, всю жизнь, да, 10 лет или всю жизнь обучаться. И меня заинтересовало то, что, когда я ознакомился с эзотерическими форумами, там рассказывалось о том, что это астрал, и выход в астрал связан с встречей с потусторонними сущностями, эти потусторонние сущности тебя там съедят, если ты их там встретишь и так далее. Мне это не нравилось, я подумал, зачем мне это надо, зачем мне это проявляется, я не хочу этих никаких астральных сущностей, я не без них жилось хорошо. Но с помощью, в том числе, информации школ в интересных путешествиях, а сейчас я уже являюсь ее преподавателем этой школы, администратором этой школы, то есть мы активно сотрудничаем с Михаилом на данное время. Мне очень помогло то, что информация говорила следующее, что зачастую, если человек предполагает, выйдя вне тела, увидеть там кракозябру или что-то страшное, он это увидит. Если он об этом не читал, эзотерику не читал, Кастанеду не читал, ничего этого не знает, он, выйдя в это состояние, используя простой алгоритм, ничего этого там не встретит. А это все же читали. Ну, вот и закономерно, сейчас достаточно длительное время я занимаюсь изучением и преподаванием, закономерно все, кто изучали Кастанеду, у них либо сложности со страхами, либо у них не получается. Ну, при этом я хочу сказать, что ни в коем случае не хочу сказать против Кастанеды, то есть это книги прекрасные, важные, интересные, но я за то, чтобы их изучать хотя бы через год, через два стабильные, нормальные, прагматичные практики. Потому что то, о чем мы говорим, это прагматичная практика, это не философия, это не представление, это не эзотерика даже, это адекватный прагматичный подход, исследовательский, исключающий все либо какие-то представления, надуманные вещи. То есть мы вот с ребятами изучаем только то, что реально работает, и это реально работает. Оказаться по ощущениям за пределами своего физического тела, при этом полностью себя осознавать, это работает. Ты оказываешься в пространстве, которое полностью тобой управляет, по характеристикам, такой же, как наша привычная реальность, даже бывает более гиперреалистичной, и ты можешь учиться ею управлять. Это факт, уже как бы тут доказывание, доказывай, это работает. А что значит более гиперреалистичной? Гиперреалистичная, что вот мы же с вами тоже, вот как мы говорим, в нашем бодрствии не всегда осознаем ту реальность, в которой находимся, так условно говоря, на 100%. Это у нас где-то там, может быть, от 30 до 60% как-то туда-сюда прыгает. Сегодня не выспались, плохо видим, плохо слышим, бывает такое. Выспались, состояние хорошее, покушали хорошо, и такой активный, все воспринимаем, бодрый, да? Ну максимум где-то, может быть, там 80% это, наверное, просто вообще просветление настигает. А на самом деле у нас и в бодрствовании, в этом состоянии бодрствования, также намного больше ресурсов по восприятию. Ведь мы знаем, что у нас есть, помимо привычных нам возможностей, есть кто-то, например, очень хорошо слышит, такие звуки, которых никто не слышит, и тут очень нехорошо видит. Ну, то есть сверх такая способность. В фазовом состоянии эти вот так называемые сверхспособности, ну, так называемые, на самом деле они для нас естественные, открыты в большей степени, ну, там на, условно говоря, опять же, на 15-20% больше проявляются, чем это в бодрствовании. То есть, если мы видим там, например, цветок, то вот мы сейчас посмотрим на цветок в реальности, да, мы этот цветок видели тысячи раз, мы уже и нюхали его тысячи раз, мы знаем о нем многое все, что, да. Но если мы начинаем учиться практике концентрации, медитации, концентрации, и начинаем всматриваться в этот цветок длительное-длительное-длительное время, мы начинаем в него погружаться, мы начинаем его чувствовать, и мы начинаем получать удовольствие, наслаждения того процесса от наблюдений за этим предметом до это может быть цветок а то может быть о облакать может быть огонь это может близкий человек но такая практика до то когда мы это делаем фазе у нас сразу вот высокий высокий уровень включается вне тела когда мы вне тела это делаем сразу высокий уровень что мы с этим цветком становимся практически едины мы удивляемся мы видим его настолько ясно четко красиво насыщенно что мы просто диву даемся что вот один простой цветок или одно простое яблоко в обмите вне тела воспринимается просто гиппи вот гипералистично то есть более насыщенно чем привычно и это просто большой экстаз соединение сочувствования с при слюзки с любым предметом я могу сказать так что новички выходя вне тела в первый раз ну сначала там же непривычно там как-то перемещаться легко там бегать прыгать сначала новичок выходя из тела на карачках вот так вот ну там по полу по ковру который там смоделировался лазит рассматривает этот ковер эти стены и говорит себе боже насколько это реально насколько это все четко реалистично он этому удивляется что так можно воспринимать обычный ковер и вот кстати к слову к этому могу сказать что увеличивая осознанность с помощью фазы у себя автоматически увеличивается осознанность увеличивается степень восприятия нашей реальности ну в подростке то есть это как два взаимодополняющих сосуда практикуя вне тела интересной практике автоматически увеличивается осознанность автоматически увеличивается осознанность вне тела автоматически увеличивается осознанность в бодрствовании и и ну взаимодополняет это себя поэтому вот мы в прошлом интервью с вами говорили что например попробовав одно простое яблоко помимо просто сладко кисло и полусладко полукисло можно еще букет вкусов почувствовать которому в реальности просто не ощущаем а там это возможно причем я вот еще хочу добавить это ни в коем случае не говорит о том что наша реальность какая-то неинтересно серая дурацкая а что вот вне тела выходить там все хорошо там прекрасно цвета нет ни в коем случае наоборот это состояние и показывает о том что почему-то по каким-то причинам такого гиперреалистичного восприятия четкого осознанного восприятия мира нет у нас сейчас бодрствования это состояние можно с помощью интересных путешествий перенести в бодрствование чтобы это стало естественным а как долго можно находиться вот по ту сторону тела у новичка по это недолго у новичка в основном где-то может быть от минуты до шести минут начальные начальные опыта происходит и как вообще происходит опыт то есть мы ложимся в нужное время начинаем делать техники фантомных ощущений раскачиваем раскручиваем присматривание получаем эти фантом на ощущение разделяемся от тесь от тела до идем путешествуем что-то делаем например под пошли там попробовали что-то на вкус посмотрели окружающую обстановку посмотрели пейзажи понравилось вдохновляемся нравимся просто экспериментируем ничего такого сложного да и раз нас вернул обратно в тело мы не расстраиваемся мы снова делаем повторное разделение есть такая техника снова опять выходим опять возвращаемся к тому месту к с какого как бы ну прервалось и продолжаем например спускаемся там ходим во двор своего дома смотрим там людей люди ходят садимся в машину до едем например то есть такой вот простой эксперимент просто но это именно да но тут о чем мы сейчас говорим это есть путешествие куда-то другие миры то есть путешествие внутри то есть иными словами мой следующий вопрос где именно происходит вне телесное путешествие вот вопрос где именно соответственно первое что доступно это путешествие по модели внутреннего мира модели этого внутреннего мира моделируется на основе нашей памяти и ожидания это происходит закономерно и точно в нашем бессознательном и то то это реальность который перед нами открывается она ни с чем ничем не отличается от той который мы здесь воспринимаем но проще говоря вот мы с вами привыкли себя воспринимать сейчас в теле физическом здесь не здесь вверх здесь слева здесь право ходить надо так прыгать надо так брать вещи надо так оказываясь в интересном состоянии где по определению ничего нет вот нужно важную вещь до затронуть чтобы наши слушатели понимали а в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием ничего нет там пустота там лишь начинает проявляться моделирование реальности лишь та которую мы сами себе бессознательно ожидаем по определению там ничего нет но оказываясь там спонтанно бессознательно бессознательно наша при моделирует вокруг нас привычную нам картину привычную нам обстановку мира и в этой обстановке привычным и можем как-то грамотно ориентироваться если мы оказались просто в пустоте или например там ну в какой-то да там непонятном мире то мы бы там не смогли функционировать а здесь мы функционируем в том привычном мира понимания в которой у нас есть кто-то например если занимается спортом скорее всего он там будет например видеть больше тренажеров и больше будет бегать кто-то занимается музыкой он будет там больше встречать музыки больше встречать музыкальных инструментов ну и так далее музыкальные инструменты 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 Продолжение следует...